В СССР в начале постсоветского времени существовало множество группировок, которые занимались различными незаконными видами деятельности. Одной из таких являлась нашумевшая в 90-х Ореховская ОПГ. Вы на канале Factor News, и в этом выпуске вы узнаете историю появления Ореховских, кто в неё входил, чем они занимались и что стало с её участниками. Зарождение Ореховской ОПГ произошло в 1980 году, а такое название оно получило, потому что большинство участников проживало в жилом массиве Орехова-Борисова. Полноценное формирование группировки закончилось через 8 лет после её образования. В качестве членов ОПГ были спортсмены, брошенные в суровых 80-х-90-х на произвол судьбы и не обладавшие связями и возможностями, чтобы стать профессионалами в спортивном мире. Именно поэтому им ничего не оставалось, как уходить в криминал с надеждой заработать там хорошие деньги. На тот момент участникам было примерно от 18 до 25 лет. В качестве своей территории они считали всю южную часть Москвы, а не только тот район, на котором базировалось большинство членов банды. Главой Ореховской ОПГ являлся бывший тракторист, который родился в деревне Клин, что располагается в Новгородской области, Сергей Иванович Тимофеев, 1955 года рождения. Во время своей криминальной деятельности он получил прозвище Сильвестр. Причиной стало то, что Тимофеев подражал Рэмбо и Рокки, а также имел прическу, похожую на ту, что носил исполнитель этих ролей, знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне. Стоит сказать о том, что сам Тимофеев был человеком подвешенным на язык, за счет чего смог обзавестись связями с первыми лицами криминального мира того времени. В 1980 году, чтобы заработать хорошие деньги, группировка промышляла разбойными нападениями. Их жертвами становились дальнобойщики. Члены ОПГ выбрасывали работяг из машин, после чего сбывали на черном рынке как груз, так и сами машины. Немного позднее они подмяли под себя всех наперсточников, автоугонщиков и квартирных воров. Также под влияние и особый контроль попали некоторые кооперативы, рестораны и предприятия. Ореховские были первыми в истории ОПГ, которые серьезно решили взять под контроль людей, организовывающих концерты звезд отечественной эстрады. Так одним из случаев явились факты вымогательства в 1989 году в отношении исполнителя Владимира Кузьмина, а также его группы, которая называлась «Динамик». Стоит сказать о том, что у всех ОПГ на тот момент были конфликты друг с другом, и это не обошло стороной и Ореховских в конце 80-х. С 1988 года они конфликтовали с группировками этнического характера, члены которой были родом из Азербайджана и Чечни. Основной задачей было выбить из-под их покровительства самый крупный рынок Советского Союза в Южном порту. Стремление подмять под себя южную часть Москвы также вызывало конфликты, связанные с двумя ОПГ – Нагатинская и Подольская. При этом наиболее серьезным оказалось противостояние против чеченских ОПГ. Однако через некоторое время Ореховскими был заключен союз с Солнцевской ОПГ против общих врагов. И хотя такое объединение было краткосрочным, но именно тогда с его помощью удалось расширить сферу влияния Ореховских, тем самым им удалось противостоять кавказцам. Теперь они могли спокойно получать доходы с автомобильных заправок, путан и частных предпринимателей. Однако уже в 1989 году Сергей Тимофеев с подельниками были арестованы по обвинению в вымогательстве у кооператива «Фонд». Но обвинение не смогло доказать наличие коллективного сговора, и в колонии усиленного режима отправился один Тимофеев. Выйти из тюрьмы на тот момент нынешний глава Ореховской ОПГ смог в 1991 году. За последующие два года, пока он отбывал срок, его группировка смогла набрать еще больше силы и захватить новые территории. Банда продолжала заниматься нападением на дальнобойщиков, а также облагала данью все торговые точки, которые располагались на подконтрольных территориях. В 1990-х годах Сильвестр уже не стремился лично заниматься различными криминальными операциями, и поэтому часто перепоручал их своим союзникам. Например, он промышлял этим с группировкой Сергея Круглова по прозвищу «Сережа Борода». А в конце 1993 года Круглов вовсе пропал, и только в начале следующего года нашли его тело в реке Яузе. Кроме этого, у Ореховских наблюдалось тесное сотрудничество с Измайловской, Таганской, Перовской и некоторыми другими группировками Москвы, которые занимались преступной деятельностью. Также в 1993 году были убиты в Нагатино Дмитрий Шарапов по кличке Димон, в октябре 1993 Леонид Клещенко по кличке Узбек Старший. Таким положением дел Ореховские были довольны, так как они смогли получать высокий и стабильный доход без существенных для себя потерь и рисков. Тимофеев стал одним из самых сильных лидеров, который был признан множеством славянских ОПГ. В это время у него был наибольший авторитет в Москве. Чтобы поддерживать авторитет, в банде часто проводились чистки. В некоторых случаях убивать заставляли родственников жертв. Тем самым это сильно влияло на психологию участников. За время проведения таких чисток в группировке было убито порядка 200 человек. А летом 1994 года у Сильвестра возник конфликт с одним из олигархов – Борисом Березовским. В июне на Березовского было организовано покушение неустановленными лицами. Припаркованный автомобиль был взорван в тот момент, когда рядом с парковкой проезжал Мерседес-олигарха. В результате этого события погиб водитель, а Березовский и его личный охранник лишь получили незначительные ожоги. Заказчиком по версии следствия оказался Сильвестр. И по иронии судьбы, 13 сентября 1994 года был взорван Мерседес уже самого Сильвестра с ним самим внутри. Стоит сказать о том, что хотя группировка и совершала множество преступлений, но правоохранительные органы не имели доказательной базы против Ореховских. В качестве примера можно привести разборку между Ореховскими и Тамбовскими, которая произошла возле кинотеатра «Мечта». Событие, которое случилось в марте 1995 года, закончилось тем, что двое из Тамбовских погибли в результате тех самых действий. Причастные к этому члены Ореховского ОПГ были задержаны, однако через пару дней были выпущены на свободу. Сергей Юрьевич Буторин по кличке Ося, ставший после Сильвестра новым лидером Ореховской ОПГ, прекрасно понимал то, что его ждет печальная судьба, если немедленно не бросить все криминальные дела. Поэтому он смог инсценировать собственную смерть, после чего эмигрировал в Испанию. Тем не менее, там его задержали правоохранительные органы и отправили обратно в Россию 4 марта 2010 года. Через полтора года ему был вынесен обвинительный приговор, за что он получил наказание в виде пожизненного заключения. В конце 90-х годов были проведены аресты всех членов ОПГ. К тому моменту ОПГ смогло перерасти в огромную и воистине могущественную организацию. В начале 2000-х годов Московской прокуратурой были проведены расследования дел Ореховской бригады Игоря Чернакова по кличке «Двоечник». Также в качестве подсудимых оказались еще 13 членов группировки. В июле 2000 года правоохранительные органы задержали большую группу киллеров, среди которых оказался и убийца известного киллера Солоника Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат. Всем им было предъявлено обвинение в ряде убийств и покушений. Александру был вынесен приговор 22 года тюремного заключения, а всем остальным от 5 до 17 лет. К этому моменту все главные лидеры группировки были убиты или осуждены, поэтому сроки получали по факту рядовые участники банды. О каких громких ОПГ Советского Союза слышали вы? И чем они запомнились в истории? Обязательно пишите в комментариях, возможно сделаем отдельный выпуск и про них. Субтитры сделал DimaTorzok